Вот огород. Тут есть яблонька, яблоки есть. Вот вишни нет в этом году, видать будет не урожай. Житель Ишима Михаил Кандауров последние полгода не мог ухаживать за огородом, потому что проходил серьёзное лечение. В один из дней пенсионеру стало плохо. Онемела рука и прихватила дыхание. В местной больнице провели обследование и выявили четвёртую стадию онкологии кишечника с метастазами в печень. Мужчину отправили на консилиум в Тюмень. Врачи приняли решение оперировать. Доктора посмотрели, ну сказали, с вашими болячками мы справимся. Ну правда первая была очень сложная операция, потому что там где-то она до такой степени там кишечник завёрнутый возле селезёнки. Какой-то там крутой ворот. Я по-простому говорю. И сказали, что очень сложно, но мы постараемся всё сделать. Действительно постарались. После хирургического вмешательства на кишечнике мужчина проходил химиотерапию у себя в Ишиме, а потом вернулся в Тюмень на вторую, более сложную операцию. Врачи по редкой методике удалили ему долю печени, поражённую метастазами. В России такие операции выполняют только в нескольких ведущих клиниках. Маленькими очень шагами мы разделяем паранхиму печени. Занимает это много часов, чтобы не допустить кровопотери, чтобы она прошла безопасно. И печень достаточно большой орган, поэтому он до сих пор является одним из наиболее сложных для лапароскопической манипуляции. Лапароскопическую операцию на печени в Тюмени провели впервые по ICG-технологии. Для этого необходимо специальное оборудование и краситель, который помогает определить границы удаления поражённого органа. В медицинском городе уже есть пять специальных стоек, которые применяются при таких операциях. Одна нового поколения 3G появилась там совсем недавно в рамках нацпроекта здравоохранения. В России её аналогов пока нет. Препарат был введён в центральный катетер, и током крови был доставлен к печени, были пережаты сосуды, которые проснабжали удаляемый участок ткани. То есть он, как видно на картинке, некраснабжался в этот момент, соответственно препарат туда не попадал. И вот эта граница, чёткое разделение по линии которой можно было выполнять резерцию. Сейчас Михаил Дмитриевич продолжает проходить курс химиотерапии и жить как раньше. За время болезни мужчина похудел на 15 килограммов. Теперь аппетит и сон наладились. Пенсионер набирается сил. Врачи, в свою очередь, дают оптимистичный прогноз. Говорят, что есть шанс на полное выздоровление. Мария Ремезова, Оксана Павлова, Владимир Курков, Михаил Болбель, Тюменская служба новостей.